всем привет угадайте кто сегодня пойдет на концерт оливии родриго я я вообще не могу поверить если бы в начале этого года мне кто-то сказал что я пойду на концерт оливии родриго я была такая жизнь такая непредсказуемая штука в общем история того как я вообще приобрела билет очень странная потому что месяц назад я только узнала о том что у нее тур хотя еще в декабре 21 года она дропнула билеты конечно же распродали за несколько минут я в прошлом году гуглила намечается ли у нее концерт и но месяц назад я узнала о том что рядом с моим городом германии будет проходить концерт сегодня 18 июня и я такая а билетов то нет в общем я забила ну ладно не так нет ну ну ладно и несколько дней назад я думала чем же заняться на 4 дня выходных потому что сейчас германии опять четыре дня выходных ничего делать я не знаю уже устала от всего что здесь есть вокруг я залезла на ebay и что вы думаете там были билеты которые продавали три раза пять раз дороже от первоначальной цены я купила этот билет сначала я думала что я с мамой вместе пойду потому что не помог вдвоем но потом мама отказалась и я купила только себе билет я очень рад боже я очень я до сих пор не верю я конечно же надеюсь что мне не за скамили этот билет реально сработает меня пустят и поэтому билету не зайдет еще триллион людей которые продала эта девушка надеюсь она ко мне его продала господи пожалуйста в любом случае я рада так что да я все еще не верю но в принципе не как бы так собирается не надо я немного себе подровняла ногти у меня чистая голова я наверное пойду сейчас немножко позанимаюсь потому что такими важными событиями я обычно занимаюсь потому что я потом чувствую себя свежее я себя чувствую на волне с этим супер продуктивным днем так что да еще как всегда перед важным событием у меня посыпало лицо я не знаю мой организм как будто чувствует что что за классное должно произойти скоро и он как назло портит мою кожу ну что это ну просто я кстати занимаюсь по телевизору потому что это гораздо удобнее чем через ноутбук бываешь экран я люблю слушать еще на фоне этого не занимаюсь подкаст так что да может я до сих пор не верю что я думаю вот так только что закончила тренироваться я тренировалась полтора часа хочу вам рассказать план своей тренировки я тренируюсь три раза в неделю плюс-минус на 2 на 4 тренируюсь по тренировкам из youtube в основном это видео дейзи китч я так тренируюсь уже больше года сама дома по тренировкам из youtube и вроде как прогресс виден самом деле основная как бы такая тренировка занимает 50 минут в час 40 минут когда как сначала я делаю свою разминку 10 минут может быть на 15 на 6 но вообще не имеет значения небольшой стрейчинг перед тренировкой дальше я делаю две тренировки кардио хит это очень интенсивная тренировка в плане там прыжки всякие сначала я делаю интенсивную тренировку на все тело чтобы еще больше разогреться потом я делаю тренировку интенсивную с прыжками на желтку потом у меня начинаются силовые тренировки либо делаю 20 минут либо делаю 10 минут но посложнее дальше я делаю силовую на пресс и завершаю всю силовой тренировкой на руки потому что я руки долго не тренировала но я уже тренирую почти полгода и я не знаю раньше у меня мне кажется были они сильнее но сейчас и завершаю все самым главным это стрейчинг после тренировки потому что ваши мышцы должны растягиваться я раньше этого не понимала сколько мне не говорили почему ты не делаешь растяжку после тренировки мышцам мышцы забьются мышцы не отдохнут полноценно они не восстановятся полноценно почему ты не делаешь стрейчинг я такая ну это ну типа не лень на самом деле это расслабляет не только мышцы и расслабляет your mind каждое тело разное для вас этот план нужно сработать для меня все работает кому-то может быть сложно поэтому заниматься кому-то может быть легко кому-то может быть окей да ну конечно же еще если вы хотите добиться результатов правильных это не быстро конечно же зависит еще все питание почему мой видео превращается либо в бьюти-блог либо в спортивный блог либо в футблог ладно сегодняшнее видео о концерте Оливия Родриго позже я реально я и не понимаю типа где я а где как бы я сейчас пойду в душ я кстати вчера помыла блогу я не знаю какой был смысл потому что я опять потная по так что увидимся с вами после душа в общем я долго думала тем красятся мне сейчас или нет потому что у нас очень жарко почти 40 градусов на градуснике нам ехать два часа до Кёльна и пока я доеду у меня уже весь макияж просто был бы ruined я решила что я накрашусь там я конечно не знаю я буду всеми силами пытаться накрасить очень быстро потому что мы снимаем небольшую квартиру чтобы переночевать потому что концерт начнется достаточно поздно вечером и поэтому домой мы вернуться к этому времени всегда не успеем потому что достаточно большое расстояние поэтому вы решили переночевать там в воскресенье еще хоть и пройдет день да так как нам ехать два часа мой макияж просто используется поэтому я решила не наносить макияж но единственное что я сейчас сделаю эту прическу Я хочу сделать две косички Я придумала образ, который у меня будет На концерте Оливия Родриго Знаете, такой вайб Оливия Родриго Я знаю, что ярые фанаты приходят вообще в 6 часов утра И до 8 отстаивают очередь Мне страшно от этого Потому что я вообще не представляла, какая там будет очередь Потому что город достаточно большой И я как бы тоже не хочу стоять в жопе мира на концерте Да, я все еще надеюсь, что у меня девочка с билетом не заскамила И этот электронный билет не поддельный Или она действительно только мне его продала Я вообще никому не советую на самом деле Покупать так билеты Это супер-пупер небезопасно Да, но так как у меня уже особо не было выбора И мне очень нравится Оливка Я рисканала Знаете, кто не рискует, тот не при шампанское Поэтому да Мы заехали на заправку Просто посмотрите на мою лицу Я даже никогда не бываю такая красная после тренировки Я не понимаю Я сейчас... Я просто сейчас... Я сейчас просто пасую Я напилась водой, потому что было очень жарко А сейчас я очень сильно хочу Да, нормально Чем ближе мы подъезжаем, тем больше I'm so nervous Потому что переживаю даже Не из-за того, как я сейчас увижу Оливию Родриго Из-за того, что там большая очередь Я решила чисто по интересу забить в тиктоке Там очередь на концерт в Кёрниналье И люди ночевали Понимаете, возле палладиума этого, чтобы попасть А я за час приеду Я реально буду в жопе мире тусоваться Нет, я, конечно, не готова потратить весь день И даже ночевать для того, чтобы попасть в фан-зону на классные места Потому что, ну, Оливия Родриго Это всё-таки не Ариана Гранда Возможно, у вас Ариана Гранда Я и поночевала несколько дней Под местом прохождения концерта Но к Оливии я так скептически немножко отношусь Мне нравится её музыка Но чтобы именно так сильно рвать жопу В общем, ребят, мы заселились У нас, как я уже сказала, у них большая квартира Как апартаменты Я сейчас вам сделаю небольшой рум-турчик Так, здесь main door Вот, стоим По левую руку у нас спальня Just a regular bedroom Здесь буду спать я И я обожаю спать постоянно возле окна Шкафчик Класс Ти-ви Don't smoke В общем, всё очень уютненько Хороший ремонтик Не пусто Здесь небольшая кухня Всё есть Все тарелки Кофеварка В общем, хорошо Мне нравится ванная Очень так вот Уютненько Мне нравится, что у них ванная А окна То есть они затонированы Заблюрены И тебя не видят Но естественный свет Ещё мне нравятся душевые кабинки Больше, чем ванна Just fact Здесь окно почему-то тоже заблюрено Ну ладно Ну короче Такая вот миленькая квартирка Мне сейчас нужно быстренько накраться Потому что сейчас 5 часов вечера Начало 6 Мне нужно быть там Ну хотя бы в 6 Так, быстро-быстро Приступим к макияжу Я почти накрасилась Знаете, у меня сегодня такой макияж В стиле Оливии Родриго Она тоже носит такие косички Делает такие стрелки Но это не специальный закос под неё Просто у меня Лейтлэй такой же макияж Мой макияж готов Иду сейчас готовить себе ужин Потому что у нас есть небольшая кухня Мы взяли с собой поесть В плане такие полфабрикатики И увидимся с вами на концерте Мы выехали уже на концерт Конечно же, как всегда опаздываем Потому что я очень долго собиралась Красилась Но сейчас 18.30 Концерт начинается в 8 Я планировала вообще вчера приехать туда в 5 Короче, я не одна такая здесь ещё Припарковалось очень много машин Из которых выходят девочки Которые так же, как я идиотка Приехали за полчаса Когда начала концерта Вау Только я могу быть такой тупой А ещё мне страшно от того, как это мучить Господи, пожалуйста Будь бы я не стояла в жопе мира И хотя бы увидела на миллиметр Эту Олидию Родриго Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы только что вышли с концерта. Я хотела попить-купить в Five Guys. Здесь очень много людей. Я сегодня отстояла уже несколько километров в очередь. Так что, наконец, спасибо. Меня жду маму и кушаю бацончик. Боже, как я устала. Я просто не слышу ни себя. Я вообще... Я оглохла, у меня голос сел. Во-вторых, мне кажется, мне не бидно. Ну ладно. Главное, что вы мне слышите. Это капец, конечно. Думаю, я расскажу все завтра, потому что я не могу. Сейчас формулируется мысль. Во-первых, я очень хочу пить. Я не пила. На ближайшее четырех часов. Долбануться. Короче, такая история, типа... Там тянули все руку для того, чтобы попросить воду. И я тянула руку. Два часа так стояла. В итоге мне просто дали пустой стаканчик. Ребят, спасибо. Еще у меня постоянно заканчивается память. Четыре или пять раз удаляла, очистила память во время того, как оливка пела. Понимаете? О, сейчас тоже закончится. Я наконец-то дома, господи. Ну, как дома? Типа дома. О, боже, как же я устала. Я завтра вам расскажу подробнее все, что происходило. Так что, да, спокойной ночи. Всем доброе утро. Мы выселились с отеля. Сейчас 11 часов примерно. Да, мы вообще договаривались погулять по центру Кёльна. Но пока я была на концерте, мама там уже выгулялась. Я такая хотела рассказать по поводу вчерашнего концерта поподробнее. В общем, очередь была, мне кажется, несколько километров. Три угла. В общем, очень много людей. Многие люди вообще ночевали, как я уже сказала. То есть был у них кемпинг, чтобы подобраться поближе к Алимпу. Я там познакомилась с многими людьми в очереди. Мы так миленько поболотали. Вопросики были. У меня еще паспорта с собой не было. Только в электронном виде. Вот это вот меня смутило еще. Непонятно, что за билет. Еще и паспорта нет. Ну, пришла называется. Вот так вот. Классно подготовилась, конечно. Но очередь быстро прошла. Концерт начался в 8. Всех начали запускать в 7. Очень много людей. Очень жарко, очень душно. Там вообще многим людям вставало плохо. Их выносили за руки, за ноги, за руки. В общем, это стремно выглядело. В принципе, давка была не такая массивная. Все не особо толкались. Но концерт у Оливии длился 2 часа. Но 1 час выступала какая-то вообще ноунеймка. Ее песни знала, ну, мне кажется, немного меньше половины вообще зала. Нас было больше 4 тысяч человек. Но мне понравились ее песни. Но как бы я думала, что Оливия больше будет выступать. Но у нее альбом всего лишь на полчаса. Поэтому она еще пела каверы каких-то людей. Но когда я встала вот этой вот давкой, я вообще сначала встала возле входа. Возле входа очень много людей. Это уже было уже. По всему периметру заполнилось людьми пространство. В общем, я стою, и тут очень высокий человек передо мной. Мужчина стоит вот так вот. И на него все агрятся, потому что за ним вообще ничего не видно. И пришла пара на концерт, и стоит за ним пара. А я между ними как бы встала немножко сзади. Я пытаюсь немного вперед продвинуться и вправо идти, чтобы снимать как бы, да, Оливку, все дела. И мне эта девочка говорит, это мой парень, не трогай его. Ладно, отошла еще раз назад. Думаю, ну ладно, как бы она сейчас поагрится и успокоится. В общем, снимаю там, прыгаю. Ты моего парня трогаешь. Я говорю, я тебя не трогаю. Ты меня постоянно трогаешь. Я говорю, ну это как бы концерт, это нормально то, что все друг друга трогают. Если тебе что-то не нравится, давай мы с твоим парнем поменяемся местами, чтобы тебя так сильно это не напрягало. И она еще постоянно так стояла такая и смотрела постоянно на то, что касаюсь ли я ее парня. Девочка, наслаждайся концертом, забудь вообще. Это очень странно. Ну, не без странных ситуаций, не без странных людей. Но в целом мне концерт очень понравился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!